Дорогие друзья, здравствуйте! Вы на моём канале, я этому очень рада. Тем, кто меня не знает, я скажу, что моё имя Мария, фамилия Шабанова. Я врач-терапевт, кардиолог, я клинический психолог. Я консультирую очно и консультирую по скайпе. Я живу в сибирском городе Томске. Также я начала цикл видео, посвящённых шизоаффективному расстройству. Это психиатрический диагноз, который есть у меня. Я нахожусь в стойкой медикаментозной ремиссии уже несколько лет. И я решила помочь людям с таким же диагнозом, как у меня, для того, чтобы они также вошли в стойкую ремиссию медикаментозную, а потом, дай бог, и без медикаментов могли бы быть в ремиссии, к чему, собственно, я и стремлюсь. Сегодняшнее видео я хотела бы посвятить больше девочкам, но, возможно, мальчикам тоже будет интересно. Хочу поговорить сегодня про вторые половинки, про наши, про наших мужей, про наших мужчин, про тех, кто рядом с нами, про женщин, про жён. И многие из вас, девочки, я знаю, не имеют отношений, либо они были, прерывались, либо их вообще не было. Кто-то из вас ещё не имеет детей. Да, это очень важный момент. Вот. Почему это важный момент? Это важный момент для меня в том числе, хотя у меня есть двое детей от первого брака, у меня сын 13-летней, дочке 9 лет. Ну, у меня второй брак, я замужем за... за казахом, да, у меня муж из Казахстана, он наполовину казах. Кстати, девочки, присмотритесь к казахам. Я не хочу обидеть русских мальчиков, но у казахов несколько иной менталитет. Не у всех, да, конечно, то есть я не говорю как бы про всех, но есть такая тенденция, я её заметила, вот, что мальчики казахи, они больше морально устойчивые, вот. И понятно, что если у вас есть диагноз шизоэффективное расстройство, и вам нужна пара, да, то есть второй человечек, который будет рядом с вами, он не должен, я думаю, иметь такого диагноза, да, то есть почему? Ну, потому что очень трудно, то есть с одной стороны, да, это круто, у вас будет вообще, будет о чём поговорить, то есть вы друг друга будете понимать, скорее всего, с полуслова, а может быть и нет, да, ну и проблематично вам тоже будет, в каком плане, что, понимаете, когда вы больны, то акцент вообще смещается на самого себя. Очень трудно, как бы, быть ресурсным в отношениях, когда ты сам болен, то есть ресурсным должна быть ваша вторая половина. Ну, например, вы уходите в обострение, а ваша вторая половина, она в ремиссии, да, и она вот, как бы, человек, он в ремиссии, он имеет душевный ресурс вам помогать. И наоборот, например, когда вы в ресурсном состоянии, у вас нет обострения, вы можете готовы помогать вашему супругу, значит, в период обострения это дело проживать. Но если вы оба уйдете в обострение, да, вот, что, кто тогда будет вам помогать? Ну, возможно, такие пары и существуют, и если у вас все отлично, я очень рада за вас, вот, просто у меня лично немножко другой пример, поэтому я больше буду говорить про тот пример, который я знаю, это я знаю внутри. То есть мой супруг был со мной во все периоды моего обострения. Он был со мной, он общался со мной по скайпу, когда со мной первый раз случился психоз. Он был со мной рядом, когда я лежала в дурке, ждал меня. То есть он видел все вообще, что со мной происходило, он был всегда рядом. Ни разу я не почувствовала, что он хочет меня бросить, что он устал. Были периоды, когда, например, он брал на себя полностью хозяйство, он брал на себя полностью готовку еды и так далее. То есть вот такие вещи. Я знаю, что он не любит это делать, что он хочет, что он нравится, когда готовлю я. То есть он приходит, и он может приготовить все, что хочет, но он любит, когда готовлю я. Ну, бывали периоды, когда он сам готовил, вел хозяйство, занимался и детьми в том числе. Когда те болели, а у меня не было возможности, например, ночью вставать к ребенку. Вот. То есть, и почему я как бы вот рекламирую, рекламирую мальчиков из Казахстана, именно потому, что у него очень, очень твердая психика, да, то есть он, не сказать, что он самоуверен, да, то есть не, нет вот этого, как бы плюс, он просто уверен в себе. Вот. И вот эта уверенность в себе, она мне очень помогала, потому что он своей психикой, понимаете, вот очень важно понять этот момент, он своей психикой лечил мою психику. то есть он не сомневался никогда. Я не, может быть, он и сомневался где-то в глубине души, просто он мне никогда этого не показывал, что он не сомневался, что со мной все будет хорошо, то есть он не убежал, там, меня не бросил, да, то есть мы понимаем, что в жизни может быть всякое, когда мы выходим замуж, да, и в горе, и в радости, мы эти слова там говорим, мы не слышим, но на самом деле это далеко не так. Я знаю очень много примеров, когда девочки попадали на психу, попадали в психиатрическую клинику, и их мальчики исчезали из поля зрения, вообще пропадали. Также я знаю случаи, когда девочки скрывали свой диагноз, и потом, то есть выходили замуж, а потом диагноз как бы открывался, и супруг разводился, да, то есть вот он не выдерживал, не простил вот этого, как бы подвоха, вот. Поэтому я вам говорю, девчонки, не бойтесь открывать свой диагноз. Вы понимаете, что если с вами рядом человек, который вас действительно любит, он будет с вами и в вашем обострении, в том числе, и будет вас поддерживать. Но если он сделает ноги, да и хер с ним, понимаете, и слава Богу, что вообще вы от него избавились, потому что какие в жизни только бывают ситуации, да, разные очень, и он может самое, мог бы в самый ответственный момент просто свалить. А вы сразу рассказали свой диагноз, и сразу вы узнали, что это за человек. Если он под каким-то предлогом свалил, ну, все с ним понятно, да, как бы плюнуть, плюнуть, растереть вообще и забыть, отряхнуться и пойти дальше, и встретить и того, кто будет вас любить, и поддерживать, и будет знать ваш диагноз, его не будет это пугать. Теперь момент беременности, да, который для меня стоит очень остро, потому что супруг, естественно, хочет своих детей, то есть я думаю, это можно понять любого человека, который хочет своего собственного ребенка иметь, вот, а я пока беременеть не могу, потому что я на препаратах, и не так не сядь, не наперекосяк, все равно первый триместр, когда закладываются органы у ребенка, мать не должна принимать, по большому счету, никаких препаратов, однако, есть здесь но, дело в том, что некоторые антидепрессанты, например, да, можно применять при беременности, поэтому я уповаю на нашу науку, на нашу фармацевтику, наука вперед, медицинская идет, семимильными шагами, производятся все более очищенные нейролептики, производятся все более очищенные антидепрессанты, и возможно, в скором времени появятся нейролептики, которые не будут попадать через гематоэнцефалический барьер, через вот этот барьер, который в плаценте между кровью матери и ребенка, он через этот барьер не будет проходить лекарства, поэтому в этом плане, например, мальчикам намного проще, у них сперматозоиды каждые две недели обновляются, а у нас такого нет, у нас яйцеклетки, которые уже заложены изначально, а у мальчиков сперматозоиды обновляются каждые две недели, и вообще, в принципе, даже если человек понимает нейролептики, не обязательно там, то есть, для мужчины, для мужчины это не проблема сделать ребенка, ничего не случится, если он на нейролептиках, ребенка сделает, то есть, это вполне себе возможный вариант, вот, с мужчинами другая ситуация, складывается, очень многие больные мужчины не хотят принимать препараты, либо не хотят принимать их в адекватных дозах, почему? Потому что здесь идет такой внутренний момент, что я должен победить эту болезнь самостоятельно, я должен пережить этот психоз самостоятельно, кстати, по поводу психоза, лечения психоза, бреда, и так далее, я сниму немножко другое видео, вот, здесь чуть-чуть только это затрону, так что у мальчиков в плане зачатия проблем-то нет, вот, а у девочек есть, поэтому нужно понимать, что хотя бы первые три места беременности, нужно обходиться без препаратов, потом их уже можно подключать, когда у ребенка сформированы системные органы, да, вот, поэтому ждем нейролептиков, которые не будут проходить через гемотренцифалические барьеры, будем спокойно беременеть и рожать, и все будет у нас хорошо, вот, так что девчонки, смотрите, не скрывайте свои диагнозы, да, это для вашего будущего супруга некий такой тест, сбежит или не сбежит, да, знаете, когда бывает, что пара там здоровы, у них все хорошо, и рождается больной ребенок, например, да, и папа сразу делает ноги, вот, и мама остается с этим ребенком одна, растить его и так далее, вот, то здесь вы сразу объясняете, что вот такое-то заболевание я имею, вот такие-то мини-коменты я принимаю, вот так мое заболевание может протекать, да, я могу попасть в дурку, например, да, если у меня будет обострение, то есть вот можно немножко даже усугубить ситуацию, да, вот, может вы и не попадете никогда в эту дурку, он знает, что такое может быть, и что он сделает, да, либо он останется с вами, скажете, любимая, я буду с тобой там до гробовой, доски, чем ты не болела, я буду тебя поддерживать всегда, либо он просто под каким-то благовидным предлогом просто сольется, вот, возможно, он не скажет, да, вам, что я, я там от тебя ухожу, потому что ты больная, вот, то есть как бы, возможно, он это не проговорит, но, скажем так, между строк это, это понятно, вот, и, кстати, это вам тоже такая защитная реакция, например, защита от, например, на ребят с нарциссическим компонентом, с нарциссической акцентуацией, нарциссы только услышат про ваши проблемы, их сдует ветром сразу, поэтому, вы знаете, да, что нарциссы очень красиво ухаживают, в стадию конфетно-букетного периода, они делают лав-бомбинг, да, то есть там вообще, любовь до гроба, весь такой хороший, и как только он узнает о вашей проблеме, все, нарциссов сдует ветром, убежит, теряет, теряет тапки, вот, поэтому, имейте это в виду, вот, и посмотрите на меня, я вам честно скажу, у меня семье очень все хорошо, у нас с мужем взаимопонимание, у нас с мужем, как бы на уровне, вот, таком, просто, как бы, уровне общения у нас все хорошо, на уровне сексуальной жизни у нас все хорошо, были моменты, когда сексом не хотелось, да, и вы знаете эти моменты, это и медикаменты, и обострение заболевания, то есть, такие моменты бывают, вот, то есть, здесь человек тоже был очень аккуратен, да, и без претензий, скажем так, вот, то есть, мы прожили всякое разное, да, вот, но, тем не менее, мы вместе, и наш брак, я считаю, все это укрепило, потому что, ну, я вот, например, себе не представляю рядом с собой другого мужчины, вот, и я за мужем держусь очень крепко, потому что это тот человек, который был со мной, когда я была в яме, когда я была просто на дне, знаете, есть такая поговорка, ты встретишь своего человека, когда ты будешь на дне, он придет и вытащит тебя, а почему, типа, он до сих пор не приходил, потому что ты еще не на дне, да, то есть, ну, это, я не желаю никому быть на дне, и, как бы, ждать там своего человека, но, понимаете, не надо этого бояться, да, то есть, не надо этого бояться, не надо бояться там, этого обострения и попадания в дурку, именно в этот период вы можете встретить самую большую свою любовь в мире, в жизни, вот, то есть, не бойтесь, не бойтесь открывать свой диагноз, не бойтесь о нем смело, открыто говорить, понимаете, тут даже вот такой психологический момент, если вы это скрываете, а человек вообще может не знать, что это такое, да, как бы, не может и вообще не испугаться, когда вы скажете, что вот я болею, а если вы это скрываете, если он чувствует, что для вас это, ну, вот, какой-то, такой вот скелетик в шкафу, который не хочется достать, его это испугает, вот, то есть, так бы он, может быть, не испугался, если вы спокойно, да, об этом скажете, да, ты знаешь, что у меня есть такой диагноз, почитай, пожалуйста, про него, какие могут быть проблемы, то есть, имею в виду, да, вот, я тебя сразу предупреждаю, что я пью препараты и так далее, если ты готов со мной пройти через это, я буду рада, если ты не готов, ну, тогда наши пути расходятся, да, спокойно к этому отнеситесь, вот, а не так, что как-то, отнеситесь к этому, как, ну, знаете, некоторые люди сбегают, там, все, очень многие соматические заболевания, такие тоже достаточно тяжело протекающие, да, и, как бы, вроде и не стыдно про них говорить, но это тот же инсульт, да, у человека парализовало, и все, и он лежит, вот, и непонятно, встанет он или не встанет, что хуже, иметь инсульт или шизоэффективное расстройство, да, тут можно подискутировать, вот, поэтому, девчат, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, по поводу секса, таблеток, по поводу вообще отношений с мужчиной, какого мужчину лучше выбрать, не выбрать и так далее, пожалуйста, пишите в группу, группа психолог, коуч, Шабанова Мария, на ВК, группа закрытая, для того, чтобы мы там обсуждали и эти темы в том числе, вот, значит, мальчики, русские мальчики, не обижайтесь на меня, пожалуйста, то, что я вот как-то вот казахов прорекламировала, да, ну, просто вот у меня такой опыт с моим супругом, что вот, ну, у нас как бы все очень гладко, хорошо получилось, а он казах, вот, русские мальчики тоже, я знаю, бывают очень добрые, и понимающие, и принимающие, вот, и с крепкой психикой, и, там, уверенные в себе, у них нет проблем, там, самооценкой, вот, поэтому, ребят, посмотрите на меня, да, вот кто-то, может быть, кто-то из мужчин меня смотрит сейчас, да, здоровых, у кого-то, может быть, подруга, с изооэффективным расстройством, он не знает, что делать, он не понимает, может быть, какие-то, слышит советы со стороны, ты нахрен она тебе нужна, больная, да, посмотрите, пожалуйста, на меня, я выгляжу больной, я полностью социализирована, я работаю на двух работах, я зарабатываю деньги, семью, я веду хозяйство, я веду ютуб-канал, посмотрите на меня, я человек с изооэффективным расстройством, и я тот человек, который, я так сейчас, я стала сама собой сейчас, благодаря поддержке своего мужа, если бы его не было рядом, возможно, я бы не была такой вообще, даже близко, подумайте о том, насколько важна поддержка для девочек ваших, понимаете, насколько можно верить в человека, что у него все будет хорошо, давать ему эту поддержку, вы поймите, пожалуйста, вот мальчики, вот вы поймите, что вы сейчас свою женщину поддержите, поддержите, а потом у вас смертность более ранняя, вы заболеваете сердечно-сосудистыми заболеваниями, мужчины больше подвержены инфарктом, инсультом, например, и вы поймите, что сейчас вы свою женщину поддержали, а потом она поддержит вас, когда, не дай бог, если у вас случится какая-то беда, в более поздний период времени, после шестидесяти пяти, все эти штуки начинают вылезать, да, это как бы дашь на дашь получается, ну и что, вот так вот, друзья, ну ладно, задавайте свои вопросы, заходите ко мне на страничке, пишите, заходите в группу, приходите на индивидуальные сессии, будем разбирать непосредственно все ваши заморочки, ваши тараканы, чтобы всех, все эти тараканы повыскакивали из вашей головы, вот, буду вам помогать, все, друзья, пока-пока, целую, пока.